Еще в декабре 2019 года был изменен порядок услуг на доставку природного газа и выделена такая отдельная платежная единица, как транспортировка. Однако вопросы относительно данных изменений у населения остаются до сих пор. Вот, допустим, вы построили газопровод, а его же нужно защитить. Это катодные станции надо построить, чтобы произвести защиту подземных газопроводов. Значит, газ подается, а ГРС у нас есть в Измаиле, туда подается давление, допустим, бывает 50 килограмм, бывает 35, зависимости как, а испытывается вообще на 70. Перед тем, как голубое топливо попадает в наши дома, оно проходит через ряд катодных станций, которые снижают давление до необходимого уровня. Это давление нужно его понизить для того, чтобы оно попало в плиту. 12 килограмм сразу, потом идет 6 килограмм, мы обслуживаем и 12 килограмм, и 6 килограмм, потом 3 килограмма, это ступенчатые, и потом 0,05. Для этого у нас существует, допустим, 114 газораспределительных ШРП, которые занимаются понижением с высокой стороны на низкую. 700 километров газопровода и десятки тысяч отключающих устройств требуют соответствующего технического обслуживания при наличии квалифицированного персонала. Специалиста, которого нужно научить, выучить, это газ, повышенные опасности объекта. Каждый год сдаются экзамены на высшем уровне. Специальные обученные люди принимают, это инспектора. Стоимость услуг по доставке газа рассчитывается индивидуально. За основу берем объем потребленного газа в течение промежутка времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф и доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. По Украине там было 3,20 транспортировка, 2. У нас транспортировка 1 рубль 0,08 копеек. Государство приняло рубль 79, чтобы выше не было. Так у нас на 71 копейку меньше, чем где-то по Украине. За доставку газа необходимо платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. Однако в следующем году ваша плата за услуги транспортировки будет скорректирована в соответствии с реальными объемами потребления. В общем объеме газа мы потребили меньше. И намного меньше в целом. Потому что теплая была зима, и люди очень мало брали газа. Основное потребление – это зимний период времени. И потому в некоторых даже в этот период, некоторые даже меньше будут платить, чем то можно. Также начальник газового хозяйства развеял мифы про низкое качество поставляемого газа. Я хочу подчеркнуть о том, что мы потребляем газ от нитки, которая идет в Европу. И калорийность газа, прежде чем попасть до Измаила, смотрите, она первой проходит проверку Россия-Украина, потом Украина-Россия, потом Молдава на входе в Молдову и на выходе с Молдовы. Там стоят лаборатории наши, молдавские, российские и здесь румынские. Во всех этих точках еженедельно отбираются пробы газа и отправляются на экспертизу в лабораторию. За весь период 7600, как правило, было 8200, 8100, но никогда ниже ГОСТа, 8600 килокалорий, никогда не было, никогда было больше, но ниже никогда не было. В случае несоответствия показателей на страну производителя накладываются непомерно высокие штрафные санкции. До этого никто никогда не допустит. Он будет, калорийность его будет выше обязательно и с запасом какой-то, с моржой обязательно, чтобы не попасть в эту халепу, как говорится. Потому что там такие штрафы будут, что газ этот не будет стоить столько. Работа инфраструктуры и газоснабжения четко налажены. В конечном итоге голубое топливо попадает к своим клиентам с необходимым давлением и соответствующего качества.